Сотни миллионов на развитие моногородов Алмазного края может выделить федеральный бюджет. В Мирне под руководством первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Стручкова состоялось заседание с участием глав поселений и предпринимателей. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Мирны Айхал удачные одни из немногих, кто попал в федеральный список населенных пунктов с единственным градообразующим предприятием. Теперь их судьбой занялись в специализированном фонде развития моногородов. Задача помочь поселениям создать новые производства и рабочие места, не связанные с градообразующими компаниями. После месяца обучения в Москве главы каждого муниципального образования предложили свой план развития территории. Между Усть-Кутом и Ленском у нас нет круглогодичного сообщения. Я считаю, что это самый важный фактор, который даст очень сильный толчок развития нашего региона. Но сегодня удачный век цифровых технологий. Говорить о каком-то развитии без обеспечения нормальным скоростным интернетом просто невозможно. Поэтому основным нашим намерением это прокладка оптиковолоконного кабеля до города удачного, который сегодня уже вошел в город мирный, чернышевский, светлый. С северным поселениям было сложнее предложить интересные, а главное – окупаемые проекты. Но идеи все же пришли. Был один из проектов – это утилизация промышленных отходов. Сейчас ведутся переговоры, возможно, он также будет реализовываться. Еще один проект был – это развитие тепличного бизнеса в условиях Крайнего Севера. Это, в наш взгляд, достаточно такой интересный проект, потому что это и продуктовая безопасность, ну и так далее. Условия работы фонда развития моногородов весьма привлекательные и в первую очередь для местных предпринимателей. Мирный готов предложить семь проектов в совершенно различных сферах. Предприниматели вкладывают свои деньги только в строительство своего производства, а строительство объектов инфраструктуры, где на 95% финансируется за счет фонда моногородов, 5% за счет бюджета города мирный, потому что вся эта инфраструктура потом останется в собственности города мирный. Идеи муниципальных образований Алмазного края вызвали одобрение у представителей фонда. Теперь их надо суметь защитить на презентации в Сколково. Как оказалось, на Дальнем Востоке пока не реализован ни один проект, поэтому на Мирный в Москве возлагают большие надежды. С фондом мы проторим дорожку, пускай по городу Мирному сейчас, но я искренне надеюсь, что мы опять же выйдем на заявку, и это будет первая заявка, более того, даже на Дальнем Востоке, потому что на данный момент фонд развития моногородов ни одной сделки на Дальнем Востоке не совершил. Если мы это сделаем, это будет как раз первая наша возможность. По программе развития моногородов вместе со строительством инфраструктуры предполагается масштабное благоустройство. Но по условиям фонда принимать участие в этом должны сами жители. Как отметил исполняющий обязанности главы Клим Антонов, менталитет временщиков должен уйти в прошлое. В Мирном живет уже третье поколение первостроителей, и именно в их руках сегодня будущее алмазной столицы. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».